добрый день кто вы откуда сергей минск беларусь мы с вами не встречались встречались год назад у нас все записывается выставляется в интернет вы не против да я в курсе не против не против мы с вами уже беседу нет 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 я уже скажу что же мы с вами беседу но хорошо я вас слушаю говорите пожалуйста я вот мы с вами беседовали год назад я тогда только пришел как бы в церковь вообще пришел покаяния крестили мне как бы давно но уже как бы безбожно долгое время сейчас уже больше ну как по почти ровно год как уже немножко ник суть православной веры и вот связи с как бы с приобретением нового опыта мне с вами хотелось как уже человеком которым 52 года этим занимается это понимаем да или 50 сколько у вас уже ставишь на больше уже 54 54 до поинтересоваться вот такими вот для меня насущными вопросами вот вот вы много времени сейчас посвящаете после уже распада советского союза тем что пытаетесь добиться того чтобы православной церкви в нашей россии русской православной церкви было к нему относится какой-то изначальный порядок который он был от апостольских времен вы это понимаем иметь очень скромные успехи в этом плане как вот у меня как у человека который видит все это и понимает что оно ну есть и и они и вот не интересно хотел хотел спросить можно какой вот должен быть у человека который хочет жить по заповедям христова отношение ко всему этому если смысл открыто против этого как-то наступать потому что у вас же это понимаю результаты практически нулевые стоит ли но вопрос другой мы разве одни разве господь христос не сказал что он всегда с нами это он всегда снова это я не спорю но он же также сказал что этим все и закончится как он сказал что этим все и закончится нечестен церкви ну сказать-то сказал потому что он бог знает относительно скромных успехов наших даже если бы ни одного человека не обратилась награда остается за труды ион златоус говорит а если люди обращаются чем больше людей обращается тем меньше будет награда потому что часть награды ты получаешь здесь в радости что обратились люди вот как раз бы рассуждать нужно ну какие вот допустим у нас в россии погублено целенаправленно 21 тысяча селений деревень это 21 тысяча спичек положи на столе и то долго перебирать от оселения своя инфраструктура была люди кладбище и все разрушено ничего нет пустырь один мы решили восстановить наш поселок на старинных христианских благочестивых обычаях православных и у нас это получилось единственное на всем пространстве за границы этого нету в беларуси там и не знают а в россии то есть наш поселок потеряевка он нанесен теперь на карту неимоверные труды положены как депутаты голосовали не давать против а потом согласились открыть государственную школу подвести электричество получить статус теперь-то в школах интернет государственная школа большие ли это успехи ну конечно маленькие но на фоне того что нигде этого нет это уже говорит о том что искра блеснула а вы город на вершине дальше это все входит в деятельность нашу в стране много беспризорников подсчитает три с половиной миллиона беспризорных как во время гражданской войны это данное КПРФ я беру и несмотря на это опустить руки мы не можем господь позволил мне образовать детский лагерь православный со всей строгостью какой устав и не два не три дня 45 лет я начальник детского лагеря тысячи детей притом лагерь комплексный с родителями отдохнули многие стали христианами сектанты были которые стали православными тут и сыгане и евреи из-за границы кого только не было вот нынче у нас мальчик из Канады был это чего-то стоит или нет без помощи государства конечно маленький успех но не мы на большее не можем рассчитывать а те которые у нас были они где-то дальше там несут это невозможно вот нужно люди необразованные ничего не знают я просто показываю слово малое пояснить да малое я знаю что необразованное я преподавал то есть вел занятия вернее сказать в пяти университетах три радиопрограммы десятки школ все до одного техникума конечно это мало для одного ну а как их образовать господь позволил мне написать 38 книг и я их развез бесплатно от владивостока до лиссабона прибалки я знаком с вашей деятельностью знаком с вашим лагерем знаком с также и с вашими книгами ну да я может мне это не рассказать меня интересует немножко другое меня интересует именно моя духовная борьба вот я боюсь вот сейчас сейчас если вот ну вот говорите что стоит понятно вы говорите сейчас про свои дела дела которыми вы спасаетесь а я говорю что вот я хожу в церковь где я вижу что паствицы священники относятся так можно сказать ну как на работу ходят то есть не важно какие грехи всех всем происходит отпущение особо ну не интересуются как бы то есть получается мое покаяние зависит только от меня моя подготовка к исповеди зависит только от меня то есть ну я имею ввиду из человеков только зависит от меня и вот если сейчас какой-то не смысл человеку по большому счету неопытному в плане ну что такое год ну как бы там именно в эти неопытного но в плане духовной борьбы ввязываться вот в этом как вы обличаете вот просто нет мне кажется я могу потерять больше могу потерять в осуждении те зачатки которые господь во мне всевал именно вот рассеять это и поэтому но у меня в то же время терзает вопрос можно ли вот так ходить к священникам ну я не уже их не осуждаю давно просто я их по большей части жалею потому что понимаю какая на них за это лежит ответственность за то что они делают понимаю что все это боголепие храма который у нас у нас шикарный храм абсолютно большой просторный высокий потолок украшен ну я хочу и ходят как бы много прихожан ну три священника и как бы ну такой конвейер как работа то бишь и вот как я должен к этому относиться я должен смириться что так есть и полностью погрузиться внутрь себя очищать себя от помыслов очищать стараться блести ну мир ну мир внутренний или все-таки стоит как-то пытаться что-то с этим делать что-то бороться я просто вижу допустим вот сегодня пример ну сегодня уже получается вчера ну вчера же было воскресенье ну у нас у храма постоянно милостыню просит женщина уже просит около месяца она просит на операцию внуку я как ну я с ней поговорил я постоянно даю поговорил она дочь у нее получается родила не брак она и рекомендовала сделать аборт то есть я как бы постарался намекнуть что ну что как бы господь просто так не посылает такие вещи ну хоть бы пока ребенка бы привели причать причастию ну то есть не только в деньгах вот их искали потому что вы посмотрите жена ну то есть дочь ваша согрешила вы советами своими которые рекомендовали тоже желали внуку своему смерти ну то есть а получается что а вышла женщина ей уже где-то под за восемьдесят которая постоянно в этом храме как я на службу не приду она здесь ну бабушка ее настоятельно называют монашкой как бы она постоянно и читает и это она начала на эту вот молодая женщина которая просит подать просто ее что ты здесь стоишь сколько можно у нас спросить мы что здесь миллионеры и так далее ну у меня это просто ну как так ну просто кругом видишь как гибнут души просто гибнут и говорить о том что вы не пытаетесь донести людям о том что нет нет вот этого вот благочестия нет того что ждет от начала ну как-то даже не приходится пока видите у вас вы говорите это то что у нас так такое же самое это везде вы сказали так то что сделали малозначительно почему я стал говорить что малозначительное в очах божиих выглядит по другому если одна душа обратиться вы не дослушали вот смотрите допустим интернет вот смотрите какие большие у нас ресурсы я каждый день получая известия новые и новые души приходят смотря наши вот эти ролики сайт форум в моем мире там мои проповеди более тысячи проповедей мы показываем примером можно работать не сложить руки и такой вопрос как вы задаете я никогда в жизни не задавал я знаю не я то кто вот конкретно вы сказали я пришел я один то есть вы везде один я нигде не бываю один разница очень большая у нас почему потому что мы сразу видя вот это все в церкви стали заниматься образовали кружок молодежный я вам конкретно показываю что делает господь бог появились новые люди образованные они стали где-то разъезжаются в других местах уже работают приходят сектанты ни один ни два которые там баптисты адвентисты которые стали православными батюшками это лучшие батюшки в патриархии настоящие батюшки знают писание заботятся с людьми понимаете вот вы вопрос-то тот задали что ну мало много ли а я никогда об этом не думаю я работаю всегда на пределе то есть дальше уже организм не выдерживает большего напора на работе у меня всегда почти 300 процентов было я плотник был бетонщик каменщик печник вот так же и здесь за девять лет сорок одна книга написана была тридцать тысяч часов больше я провел за компьютером для бога а махнуть рукой это проще всего вот третий том как образовать общину вы зайдите на наш сайт открытым оком одного хотя бы найдите человека с кем заниматься жена это пускай будет дальше предупредите батюшку и скажите как назовите его там отец или эфири мы начинаем занятие по святой библии по толкованию святых отцов церкви мы проходили когда священники все были против советское время три раза в неделю по два часа один это новый завет кроме откровения один день откровению и один день противосектантские как уметь отстоять православную веру так может быть люди все порастеряют тебе не надо об этом думать и сеющий поливающий ничто я не то что малая а ничто вы слишком даже высоко отоценили ничто но все бог возвращающий и поэтому опускать руки не надо одна женщина там стоит и просит и та напала на нее и вы этим возмущены но та женщина напала справедливо вот чем дело то вы каноны не знаете каноны запрещают возле церкви просить без мирной грамоты епископа епископ обязан ее рассмотреть и выдать ей грамоту каноны церковные православные это и та женщина то сказала абсолютно правильно а вы не зная ее выносите как бы суждение из-за чего ну то есть вы сами пренебрегли своей душой книгу правил достаньте и вы что я вам говорю вы найдете и поймете вы пришли вовремя в нужное место сегодня никогда руки не надо опускать ты видишь безобразие ты видишь ну все везде не такое ну а почему я должен все шофера пьяные я буду делать так что шоферов не будет пьяных вот я иду ветки касаются ну идут люди наклоняются здесь ну не ладно идут и по глазам ветки хлещут мы с братом взяли лестницу и ночью прошли весь проспект и вырезали все это проходят где где-то высоко нельзя провал где-то написали все заасфальтировали ну ладно детей много я сказал но у нас необразованных много ну и руки опустить а никто ничего не знает я никогда не рассуждал так веду три радиопрограммы самая популярная прямым эфиром одна часовая у меня программа пять университетов школы тюрьмы воинские части все все отделы милиции это все моя работа где я был я дома почти не бывал библии нету наладили канал когда библии не было еще при советской власти при советской власти при советской власти я заплатил два раза пришлось говорится баланту похлебать но руки никогда не опускал я знаю бог оценит это и наконец началось пробуждение крестят неправильно я каждый праздник на пасху всем до одного архиереем тогда был и белорусский там филарет и всем им отсылали отсылал а теперь начали строить купели ну мало ну ты делай это вот у нас евреи захватили все евреи всю страну разграбили мусульмане убивают людей там эти где-то я ничего не опровергаю бороться надо я говорю надо но как у нас только одно оружие любовь привезли ко мне еврея а он обратился у меня в доме сейчас батюшка православный отец наум израильевич познакомились комсомолец республиканского масштаба племянник суслова главного идеолога ссср он обратился с алой романахом мучеником сотрудник кгб допрашивает следователя обратился сейчас батюшка ну начинайте работать не надо смотреть ни на что с нами бог еще раз говорю бог и батюшки не такие знаем беседами с батюшком они приезжают к нам принимают крещение и служат дальше работать надо работать не покладая рук и главное у нас посмотрите оружие вот я еще показываю вам семикратно в день три святое сто поклонов не меньше ста поклонов в день и у тебя настрой будет другой резвость живость огонь вы хорошие вопросы задали дорогой мой но только вам конечно одиноко там ну вот на наши материалы скину еще какие ресурсы чтобы после беседы в конце и какие у вас вопросы то были они все разрешимые мы на деле мы делом показали я не теоретик вот земля заброшена берем деревню восстановите почему ни одной больше нету надо все говорят надо почему это очень трудно общин нету чтобы никто не пил не курил не матерился чтобы все были православные все посты соблюдают ну покажите мне такую общину чтоб так были одеты такая форма была такой порядок был вы найдите и покажите мне тогда я скажу да есть и все понимают это невозможно сделать Бог сказал возможно со мной мы положились на Бога я хвалюсь благодатью Божией дарованная нам на земле у нас общины две у нас нет ни одного чтобы не был с троекратным полным погружением крещеный ни одного еще одну общину православную такую покажите где то одну чтоб я поехал и взял опыт у них поэтому мы что можем то делаем вот как а вот меня еще смущает именно то что вы говорите вот надо дела а не первая ли битва которую должен человек начать и хотя бы попытаться ее с Божьей помощью выиграть это битва которая должна пройти на это на сердце человека ведь враг враждует с богом и поле битвы в сердце человека как не крепче христианин может проповедовать как человек который не искушен в это вере не искушен который может завтра какой-нибудь сойти с этой немножко начинаем просвещать немножко ощупываем тропинки тропинки из-за того что какой-то помысл лукавый что-то другое его сведет как можно браться за других людей пытаться людей других наставить ты можешь не только их не привести к веру ты можешь и погубить их и себя через них ну как это можно вот по одному вопросу знаете вот сейчас несколько раз сказали как как давайте сейчас разосновить вопрос задан я отвечаю вам так как вы сами узнали Господь исцеляет бесноватого и он говорит с тобой пойду он говорит нет иди домашним возмести много он учился два часа у ног христа что он узнал то он еще не узнал но он узнал что говорит я был слеп а теперь вижу и Господь его тут же посылает на проповедь поэтому ваше рассуждение абсолютно неправильное когда я обратился в 23 года прошло два часа и когда наш лоцманский подошел катерок я через фальшборд перешагнул на корабль первому матросу сразу начал говорить живем неправильно за нас умер христос вы говорите о делах дела происходят от веры вера и дела а дел таких и не было бы если бы мы не уверовали у нас идут постоянно занятия каждое воскресенье собрание мы православные после литургии собрание настоящее собрание и занятия по изучению слова божия идут люди сразу мы благовествуем мы только в окрестности здесь раздали более 30 тысяч евангелий почему от веры которая горит внутри меня вера во христа мы никогда руки не можем сложить даже при антихристе мы должны идти и говорить вы понимаете начните делать и вы увидите что вы другой я просто обращаюсь к себе в школе у нас не было иностранного языка не было учителя не было и сельская местность и мне тройку поставили но тройки нету там нуль я ничего не знаю но когда учился в техникуме и стали говорить я стал почему у нас никто не разговаривает вот я считаю война и мир и там целые страницы на французском языке почему лев толстой знает ну ты такой шустрый ты сам то знаешь не знаю ну ты изучи узнаешь что ты не я тут же в этот же вечер со мной так нельзя разговаривать я в этот же вечер пошел еще не зная о христе ничего узнал соседская девчонка учиться в шестом классе учебник пятого класса достал и за шесть месяцев я вышел уже у немцев проповедовал в храме на немецком языке за шесть месяцев откуда бы я знал что мне это дано следующие шесть месяцев я изучаю английский беседую с американцами англичанами переводчика не нужен мне тут же занялся французским откуда бы я знал что во мне это есть если бы я не занимался вот и весь ответ а когда я обратился я в это время занимался на семи языках в оригинале считать откуда да Господь благословляет милые мои откуда бы я знал что я могу с детьми заниматься так с наркоманами что в течение одного месяца от него ничего не останется от прежнего что Кэстонский институт Лондон посылает сюда директора Ксения Дэнн и она здесь смотрит все записывает покупает книги и потом пишет мне и половина не рассказали что я увидел откуда у вас это вы что кто я говорю у меня нет никакого духовного образования я люблю моего Господа люблю Библию все на этом основано и вы начните только вы даже не знаете какие таланты похоронены вами и когда Господь вас поднимет с колен а вот научили вот ложечкой руки батюшка благослови и дальше пошел домой соплями утираться а ты выйди из этого состояния и батюшка к тебе будет обращаться вот сейчас приехал к нам митрополит все знают он с семинаристами тут архимандрит это у меня нет ни класса образования семинарии а митрополит во время службы мне говорит скажите проповедь в храме это Бог делает так и при том не просто здесь где-то я в Америке где был где проезжали куда бы не проезжал прям в ту же минуту ставят на проповедь это Бог делает я уверен у вас все это может быть и это все происходит от глубокой веры во Христа вот вам ответ дальше говорите насколько я знаю детей у вас нет что детей же у вас нет ну вы о чем спрашиваете пришли спрашивать справки я говорю про то что у меня есть дети я прихожу домой я вижу что у меня в семье мои дети отражают мои недостатки мои ну то есть непослушание я вижу что в моей семье нет благоустройства а в коринфянах написано пусть это написано к священнику написано что кто может проповедовать если у него в доме нет благоустройства ну я это смысл в том что ну как я могу вы говорите что то делать если я не могу стать примером пока или без это для своих детей если для своей жены ну как можно идти следующей ступени вот вопрос задали как я вам отвечаю показал на бесноватого он два часа может быть лунок христа и уже иди проповедуй вы проповедуете уча кого то вы сами будете учиться вы на это не смотрите иначе вы никогда не достигнете ничего идите такой какой есть тебя бог уже наставляет и ты недоволен этим положением это положительное качество и ты будешь с детьми строже с детьми со своими легче поправиться у нас две общины и в общине одно слово я скажу и все делают одно слово скажу в лагере весь лагерь выполняет то что скажу у меня разницы нет тысячи две тысячи человек на площади проповедуя в москве вплоть до кремля в метро почему бог дает власть над душами и тут же прям сразу подходят люди сразу вот я сижу дома дома и в это время приезжает милиция краевое управление милиции мы собрали всех прокуроров там помощников приехали придите нам скажите слово ну где это видно я спрошу камеру открывает в восемь часов в десять отбой вся камера замирает а это семьдесят человек никто не курит за этим наблюдает камера открывается охранники с двух этажов с этажей собирались и слушали и каждый день два часа бог делает я не знал у меня опыта никакого не было ни в тюрьме ни в поездках теперь есть опыт почему не имея опыта я попытался разузнать в интернете и представь с Барнаула дойти до Владивостока на российской машине газели перегруженная дальше мы рассылаем пять четыре три с половиной тонны где-то ставку делаем там в Ростовской области и там мы работаем шесть мусульманских республик Турцию прошли в Чечне три раза были везде говорили невозможно мы поехали в Польше невозможно там самая негодная страна в наших глазах оказалась Украина взяточники на каждом шагу и мы прошли до Лиссабона от Тихого до Атлантического опыта не было теперь есть опыт и мы не сказали опыта нет мы не поедем мы не такие не такие а Господь и Бог сделал так Павел говорит я был гонитель да кого я буду учить я людей убивал Бог избрал иди Иеремия говорит я молод я не могу Бог говорит иди чтобы я не поразил тебя не молодушествуй вы молодушные это нехорошо иди сегодня говори начинай детей приведи к порядку жена чтоб тебя слушалась не будь подкаблучником как говорит Исидор Пилосеот чем строже обращайся с женой тем более она к тебе привязана будет ты муж слово сказал все полное безмолвие так говорит апостол Павел жене учить не позволяя не властвовать над мужем но быть в безмолвии вопрос снят все идите и проповедуйте Евангелие всей твари он не сказал когда наладишь дома когда священником быть тебе тогда та вот что сказали это относится к священнику а проповедовать 8 глава 4 стих это деяния апостолов рассеившиеся все ходили и благовествовали все малые дети а апостолы ходили 7 и апостолы все все да прихожане а апостолы в в Иерусалиме они недвижимо там сидели пока говорит Иоанн Златоуст сильное гонение было Иерусалиме самые сильные воины остались там а остальные как пламя разрасталось по земле Иоанн Златоуст говорит я ничего не успею если вы не будете мне помогать ты что услышал пришел жене рассказал священник не такой еще на этом зацикливаться вы думаете у нас они лучше ну вот он вышел и говорит «У нас люди появились с бородами, с поясами, это как американские шпионы». Это он людям говорит. Но проходит время, он приезжает с архиереем и стоит рядом и слушает в храме. Мы не поставили крест на нем. Я его подарками завалю. Если у меня есть враг, значит, он на первом месте у меня будет стоять. Я его завалю, то, что у меня есть, сам без еды останусь. И люди это знают. Это в житиях написано так. Так что не унывай нисколько. Начинай сегодня же. И начинай на собой трудиться. Пост и молитва. Ни одного православного поста. Среды пятницы не нарушай. Мы православные. Не бойся этого слова. Пираты захватили корабль. Нам это для чего? Подними голову, дружок. А как насчет блаженства? Просто у меня камера вверху. Ну и что? Поэтому так получается. А смотрю я на вас. Мне, получается, приходится смотреть, что я смотрю на вас. На меня можете не смотреть. Мне просто интересно вас. Видите глаза. Ни грамма не унывайте. Начинайте же сегодня. Сейчас. Вот с этого момента. Я вам скидываю материалы. Вы смотрите, выбирайте. Я там отвечаю тысячи вопросов. По любой тематике. Я практик. Еще раз говорю, дорогой, я практик. Вот стоит вопрос, говорит, проблема. Я не люблю это слово и не употребляю. Конкретно. Вот много больных. Ну все, знаете, народ больной-то. Я начал копать. Почему? Почему я за 77 лет ни одной таблетки не съел? Я начинаю работать по здоровью. Дети по детям. Вот необразованный народ. Я работаю, открываю в разные кольца отдела, в университетах, радиообразование. Преступный народ. Я иду 17 лет и все это бесплатно. Бесплатно, ни копейки. Только в одном университете 17 лет вел занятия. Ни копейки. Хотя там сумма у меня огромная. Меня один раз заплатили там бизнесмены по сразу поставке профессора и еще начались лечить на лауреатной универской премии. Я ужаснулся. Такие деньги. За что? Я всего через занятия провел по два часа. Два занятия. Надо довериться Богу. У вас вот этого нет. Доверься. На себя не смотри. Да я в тысячу раз хуже вас. Но я не остановился на этом. Немедленно сразу. Я первое понял. Надо родиться свыше и быть Вадимым Духом Святым. Вот. С этого начинать надо. Отвергнуть себя. То есть свои мысли. Они вас задушили мысли. Отойдите от этого. Отойди, сатана. Я Бога верю. С Богом все возможен. С Ним покорим. Покоряйтесь и языц. Яко с нами Бог. Вы просто выйдите на поприще. Как Наполеон говорил. Главное вязать себя в драку. А там видно будет. Не приводите слова антихриста. Но иной раз и у них бывает хорошее. Как Ленин говорил. Это самая отрицательная личность для меня. Он говорил так. Наша радость от трудовых успехов. Ну, хорошие же слова-то. Ну, если трудовые успехи есть. Ну, хорошо. Знаете, у Гитлера был любимец низше. И он говорил так. Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их поняли. Тоже хорошо. Надо везде брать, как Антоний говорит. Как пчела с одного цветка на другой. Я вот мусульман там с ними вместе. У меня свой подход. Коран, Вес, Сурам и Аятам. Я разбираю в Освете Библии. 18-й том. Поехали в Азербайджане. В доме Мулы ночевали были. Беседа какая. Выставлены в интернет. В Махачкаре комната намаз. Попросились туда. Разулися. И там мы молимся. Зашел я в мещете и там кланяюсь. Они-то меня готовы были, наверное, сжавать. Но когда я встал с колен, вокруг меня уже три кольца стояло. И какая беседа была прекрасная. В мещете. А разрешено разве с эритиками молиться? А я и не молился с ними. Они не молились. У них перерыв был. Они по стенам сидели вахавиты. Ни грамма не молился. Нам не разрешено молиться с эритиками. Но если звучит слово Божие, эритика тут нету. Без толкования. Я шапку сразу снимаю. Если считает Баптист или кто-то Отче наш, я скажу, я не буду молиться. Я скажу аминь. Я не с ним молюсь, со Христом. А если он будет говорить кто-то, что нет, святой Троица, аминь, тут я не скажу аминь. Вот что означает. Тому нельзя так примитивно смотреть. Мы же не манкурты. Просто, Игнатий Тихонович, а вот заповеди блаженства. Да. Первая заповедь – нищий духом. Вторая – плачущие. А вы сразу предлагаете стать миротворцами. Прискочить в предыдущие шесть. Нет, нет. Вы это делаете одновременно. Как одновременно? Есть ступени. Ведь у себя цитат толку. Нет, 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 нет. Это не ступени. Первая ступень. Не надо. Не надо. Вы не найдете нигде, что это ступени. Как нигде? Игнатий Брич, Еменинов. Кто? Ну, еще он говорит, что это ступени. Ждать, когда слезы будут. Да их не будет у тебя. А я вот обратился. Уже другим свидетельствую, а слез нету. Я стал молиться об этом. Бог дал слезы, я не могу остановиться. Мне казалось, пол размок подо мной. Я увидел горе каждого погибающего, родных, близких. Вот что Бог делает. Нигде этого нет, что по ступеням. Как сектанты толкуют три, семь церквей, периоды. Нет этого периода. Это состояние души. В откровении семь церквей перечисляет где-то. И все, все Филадельфия. Да дорасти еще сначала до Ладики, потом до Филадельфии. Не надо на это смотреть. Вот смотрите. Вот я каюсь, а сам опять согрешаю. Каюсь, согрешаю. А какая польза? Учитель говорит, у тебя два сосуда возьми. Около дороги иди поставь. Сейчас прошел, он говорит, вон тот левый, вымой. Он вымыл, опять поставь. Ну а вещи, каждый час мыло. Потом вещи он принес, говорит, разница есть. Он говорит, очень большая очередь. Тут толстым слоем, а тут чуть-чуть. Ты начинай сегодня, и ты увидишь, как у тебя уже завтра будет по-другому. А что ты будешь, теоретик, сидит, задумался, а я не такой, да не такой. Не такой, я не такой. И что из этого? Как я могу вам говорить чего-то, когда я не такой? Ну нельзя так говорить. Вот в том уровне, который ты имеешь, что Христос умер за тебя, есть Евангелие. Трудись по этому. Открыто будет больше, дальше будешь больше говорить. Вот Иван Златоуст, который вы постоянно вспоминаете. Да. Почему он всех своих монахов не отправил в мир? Дошел до этого, когда ссылку послали. Вот там он послал их. Дорогой шел, и монастыри целые распускал. Заботился, и какая обувь, какая одежда будет, все. Его надо было вытряхнуть оттуда, и Бог это сделал. Через царицу Евдоксию и Феофила Александрисского. Я это отлично знаю. А дорога-то в этом форетре епископ со своим спецназом ждет убить. И он дал нам пример. Слава Богу за все. Эпиграф жизни его. Я начитал 12 томов у меня начитаны. Их по сегодняшний день нигде нет. Зачем я буду? Нельзя распространить. Нельзя. Недавно появилась статья, где 30 лет, как были напечатаны в журнале «Новый мир» у Твардовского Александра Трифоновича. Первая глава архипелага ГУЛАГ. И тут же сразу опровержение печати. Это неверно. Впервые, на 10 лет раньше, Россию наполнил архипелагом ГУЛАГ православный проповедник Игнатий Лапкин. На пленках. Я не ждал. Я начитал и распространил. Да, я отсидел за это. Нельзя было. Брал интервью репрессированных. А потом ко мне все обращаются. Дайте, дайте. А их нет тех людей. Они ушли. Мои беседы с Александром Менем. Они по сегодняшний день нигде ни у кого не найдены. Только у меня есть. Почему? Я не такой. Мы встретились. Это действительно была беседа. А потом я это прокручивал. По радио слушали. Ой, я спорил с ним. Да как вы можете спорить? Я говорю, я могу, а вы не можете. Потому что я разговариваю с живым, а вы пинаете мертвого льва. Вы никого не бойтесь. Только Бога бойтесь. И что перед вами раскроются врата вашей деятельности? Время-то уходит. Причем, что ты на одном месте стоишь. Каждый день. Да просто понимаете, вы меня пока не убедили, что нужно начинать на себя. Давай. Я считаю, что на данный момент, на данный момент, первый камень преткновения – это я сам. Ну как может учитель быть, как говорится, учитель научит, это, как говорит Господь. Врач истилися сам. Да, врач истилися сам. Ну как? Как врач, который, можно сказать, в грехах покрест, который не может день прожить не согрешившим, может людей куда-то обращать и вести за собой? Может, может. Вы начинаете работать. И в этой стадии, уча другого, я учусь сам. Понимаете так? Мне вот кажется, что все-таки смысл монашества, хоть вы хотите их всех разобрать, чтобы сначала начать работать над собой. Ну работай. Вот сейчас вы уже работаете над собой. В данный момент вы уже работаете. Вот, видимо, отключили. Все, наверное. Каждый день. Нет? Беседа не кончилась? Что-то заглохло все. Хорошо. Вы уже работаете в начале. Вы уже в пути. Только маленько встряхнитесь по трезвости. Вы сегодня уже другой, чем утром были. Сколько вы сейчас услышали? Вы на себя взгляните. Да, это правильный путь. Начинай с себя. Отвергнись с себя. Да вот какой вы есть. Вы напишите на бумаге. Боязливый. Толкую сам Писание. Хочу сначала исправиться. Вот это брось все. И посмотри на Христа. Со Христом я все могу. А ты иди и проповедуй. Да я убивал людей. Да я негодный. Иди. И он тут же, Павел, начал проповедовать. Как говорить об этом, когда ты убийца? Да тебе кровь и море. Отстаньте. Не Павел не сразу начал проповедовать. Сразу, сразу. Его тут же в Галатске начали искать, убить. И он бежал оттуда. Как не сразу? Послание Галатам, считайте. Первая глава. Сразу. Пришел Анания. Три дня он сидел, не пил, не ел. Только сказал ему брату, что ты медлишь. Сань, крестись, а мой грехи твои. 22.16. Деяния апостолов. И он тут же начал свидетельствовать. И сразу принял спорить с иудеями. И тут же они решили убить его. И он в корзинке был спущен по стене. Сразу. У меня было точно так же. Три дня постился, готовился к крещению. Он не готовился, он даже не знал. Не надо придумывать. Анания пришел и говорит, что ты медлишь. Три дня это промедление, ты мог умереть. Готовился. Это выдумка поповская. Он не готовился. Готовился тогда, когда его там низверг Господь на пути в Дамаско сиял в свет. Кто ты, что гонишь меня? А кто ты? Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Что повелишь сделать? Вот ты сейчас задали вопрос, я вам говорю. Вы уже встретились с этим голосом. Встань. Иди и проповедуй. И я покажу, как много тебе стоит пострадать за имя мое. Вот что ему Господь дал награду какую. Ваши молодые годы проходят в том, что это попы вас отравили такими. Я грешный, супергрешный, многогрешный. Никуда не идешь. Это никого не привлекает. Ты иди и свидетельствуй. Покажи им силу Слова Божия. Меня Бог избрал на это. Избрал. Вы избранники. А то много званых, мало избранных. В числе званых просидишь всю жизнь-то. Прохвасишься на своих дрожжах. Моав сидел на своих дрожжах, и вкус его оставался в нем. Поэтому я заброшу его туда-то, Господь говорит. Вы из Писания возьмите для себя все, и у вас будет как огонь разлитый внутри. Иеремия говорит, я хотел и не мог удержаться, как огонь в костях моих был. И я пошел. Против тебя будут ратовать ураганы. Но я сделаю тебя скалою. Эти слова к нам относятся. Я бы ничего не сделал, о чем сейчас говорю. Это Бог сделал. Если бы я сидел и зажался. Я понял, тюрьма мне полезная. Сколько людей там обратилось? Сколько? Это только Бог знает. Но ведь разные пути есть. Разные кресты есть. Разные пути есть. Или вы только считаете, существует для человека... Минутка, подождите. Говори. Говори. Так, минутку. Так, все, я готов. Я говорю, но ведь существуют разные пути. Только все через Голгофу. Все через Голгофу. Да Голгофы разные пути, а с Голгофа один путь. А почему тогда 12 ворот? Это означает, что со всех сторон люди приходят. Троица, с четырех сторон, три же четыре, двенадцать. Вот почему. Во имя Святой Троицы. Вы понимаете, что один приходит через страдания, другой болезнь, третий парализован. Вот с разных сторон. Но все мы приходим через Голгофу. Для меня жизнь Христос и смерть приобретения. Вот отсюда начните. А дальше с Голгофы одна дорога идет. За Христом. Со Христом. Иди за мной. Он следует за мной. Постоянно говорил. Следуй за мной. Но сначала отвергнись с себя. Возьми свой крест. Тогда следуй за мной. Отвергнитесь с себя. Вы чего достигли, на этом сидите. Отвергнись. У вас ложное понимание о благовестии. Идите, вам будет радостно. Какая душа придет. Вы вместе с ней расти духовно будете. Каждый день будешь готовиться. Что сказать? А вот заяц, я не такой. Я не такой. Это монахи вырастили таких. Они такие прокуренные сидят. Просидели, проспали. Два миллиарда мусульмана-то на их шее. Никому ни паши не сказали. А это два миллиарда православных были бы. Святые отцы разве монахов не кормляли? Неужели все святые отцы заблуждались? Все заблуждались до единого. Мы пришли к краху. Все до одного, кто благовестие гробили. Все. Потому что Слово Божие для всех. Сидите в Иерусалиме. Вот он монастырь. Доколе не обречетесь силой. Десять дней монастырь только Богом был установлен. На десять дней. С пятидесятница сошла и по всему миру разлилилась. По всему миру. Бог основатель монастырей. На десять дней. Попытка была раньше. На горе преображения. Давайте трекущий сделаем, а народ пускай там. А Господь говорит, там бесноватые ждут нас. Не знали, чего говорили. А почему тогда, в 1917 году, российский народ постигла такая катастрофа? Потому что они учили. Почему в революции не пошли старобрядцы? Почему не пошли баптисты и штундисты? Потому что все что-то маленько знали. У одних была просто дисциплина, длинное моление. А у других была Библия. А у православных ничего не было. Интеллигенция как играла? Что они с Распутиным делали? Что с царем делали? Какие клеветы? Как они развратичили? Храм разрушали люди простые, неинтеллигенты. Да. Своими руками. Интеллигенции тут все подали. Все были христиане. Все были православны. Все знали, все молились. И вдруг вот полез разрушать храм. Не знали Бога еще, дорогой мой. Они Бога не знали. Евангелие в руках не держали. И когда проходили, матроса охраняли. Это был собор в 1917-18 году. Епископ повернулся к матросу и говорит. Неужели так написано Евангелие? Вот вы что делаете? Он говорит, а не что мы считали. Мы только крышку целовали. Вот я, говорит, подавился тут. Крышку целовали. Весь ответ. Об этом пишет Марцинковский Владимир Филимонович, профессор. Свидетель этих событий. Не надо ни на что не смотреть. С нами Христос. Мне вот один раз увидели, там драка большая была с ножами. Это я в самую середину втесался и разнял всех. Да как ты не боялся? Боялся. А дальше я ничего не помню. А теперь эти люди приходят, уже без ножей, приходят ко мне и благодарят Бога. Мы, говорит, остались живы. Как вы могли это сделать? Понятия не имею. Я Богу доверился. Я просто один из случаев в жизни. А потом находят, приходят, не знают, какие подарки принести. Один колокол принес 1774 года. Я буду, если рассказывать вам, вам книгу придется писать. Какие чудеса Бог делает, когда Ему доверяешься. Да, я не такой. Не такой. Блаженный миротворцы. Я стал просить, и Бог дал мне такой дар, что совершенно непримиримые общины где-то. Одна проповедь, и все тут же целуются. Плащат, и все примиряются. Бог делает. В тюрьме там вообще ненависть такая. Где я был, там ни одного убийства не было. А ошибки у вас были? Кто? Ошибки. Ошибки? Да, может, каждый день ошибки. Но ошибки от своего. Не по Слову Божию. Вот Слово Божие я в 62-м году как уверовал, как будто мне сразу Бог приподнял крышку и положил. Ошибки какие? Я сегодня пошел и надел не на ту обувь. А там оказалось слякоть. Я валенка шлепал. Ошибка была. Я простыл еще. Три дня сопливил. Ошибки такого порядка. Они такие? А другие какие ошибки? А такие, что вы потом жалели, что вот так вот сказали, проповедовали не то или так далее. Я не могу сказать, пусть мне кто-нибудь напомнит это. Я только благодарю Бога. Мы молились. Дело в том, что поехать три епископных нашу машину освещали. Я сразу обдумал, взяли с собой собаку. И что интересно, собака стала на соревнованиях чемпионом России. Удивительно. И нас никто нигде не тронул. Мы в лесополосах ночевали. Вот представьте, мы ехали когда на восток, каждый день тысячу тридцать километров в среднем. Так надо в города заезжать, познакомиться, выступить, подарить книги. У нас отбой был всегда в 10, подъем в 2. Да. И представьте, Лиссабон, где? Это проехать надо было, переплыть море одно, и Швеция другое. И все, везде двери открыты были. Мы только заходим в Португалию. А кто вы такие будете? Я назвал только фамилию свою. Сразу же с запивкой, с просфорами. И тут же меня вперед выступить перед народом. Один дьякон взял тарелку, так, жертвуйте, наши братья приехали. А почему? Впереди прошел отец Геннадий Фаст. Менонит, который в моем доме обратился, преподаватель Томского университета. Теперь он магистр богословия, патриархии. А он там был год назад. И, конечно, он раз в моем доме обратился. Вот он обратился, он везде говорит, несмотря на какие гонители у меня, что он... Я у Игнатия обратился. Была беседа, полпятого утра, кажется, закончилась. И он сказал, самые хорошо толкуемые места ваши. Толкуйте. Он начинал с десяти девок. И в конце я сказал, ложь. И стал объяснять. Я понял, говорит, у нас от ума, а у православных по благодати, откровенец выше. Кончил семинарию, потом академию. Вот как. Бог делает. Мы не знали, где и как будет. В Польше невозможно было. Оказалось, самое легкое прошли Польшу. Мы на практике увидели. В Чечню не ездите, вам уж пропащивый человек. Ну, этих-то зачем берете? Молодые-то, они погибнут там. Нас встречали как родных. Это все мы засняли, все показали. На моем видеоканале стоит это. Все можно посмотреть. В Чечне. Поэтому люди говорили, я ничего не оспариваю. А они говорили правильно. Но на нас не срабатывали. Почему? За нас все молились. И когда мы ехали, сейчас я не помню, где мы, в Дании, кажется, были. Ну, и там зашли, где ожидание идет. И там можно в компьютер было подключить. Вышли на нас и Великобритания. Молятся баптисты. Я первый раз видел, как баптисты стоят и крестятся. И рядом дети. Господи, благослови Игнатия, его миссионерскую поездку, чтобы живые вернулись. Вот что Бог делает-то. За нас мусульмане молились, чтобы мы вернулись домой. Турцию прошли. А вы с Турцией знаете сами, как неблагополучно. А я скажу, что больших тружеников, кажется, нигде не видал. Как они мне понравились. Как они одеваются. Как обращаются. А нас там русская мафия захватила. Нам пришлось 12 часов непрерывно молиться. И Бог порушил все. И он один проходит, вахта прошла у них. А этих нам не взять. Этих нам не взять. Они увидели, что мы с колен не встаем. А вокруг тысячи людей идут. Мы не стали думать, а как тут мусульмане, что с нами будет. Вообще мысли не было. Я с Богом. И на этом все. И прямо напротив полицейского управления. И Бог воздвиг таких людей к нам на помощь. И мы оттуда вышли. Охвалили Грецию. Пошел, кажется, самая безбожная страна Греция. Греция? Греки. А что Греция? Мы прошли тогда Афин. Весь полуостров. Ну, все это рассказывают. Я говорю о том, что мы ничего не знаем. Мы немощные. Немощные. Но Бог. С нами Бог. А раз Бог, значит, все будет по-другому. Мы Богу доверились. В невероятнейших, в невыносимых условиях. Когда нас задерживали. Я помню, мы, кажется, прошли только в Венгрию. И вот на нас эти таможенники напали. Время уже темно. Темняется. Документы забрали, не отдают. Мы не можем уйти. Я сказал, вы документы отдадите или нет? А вот начальнику звонят. А-то там разбирать будут. Так, мы больше к вам не подойдем. Подойдете сами к нам. Так, вышли, молимся. Мы стали молиться, кланяемся, подняли руки. Теперь я говорю, в кабину и шторки задерните. А сами оттуда смотрим. Один вышел, посмотрел другой. Пошел третий, глядим, бежит один. Паспорта несет. Так, извините, пожалуйста. Вот паспорта ваши, поезжайте. Так они не хотели отдать. Я ходил три раза к ним. Под каким видом не отдают. И все, взятка нужна. Без всякой взятки. Бог. Вы доверьтесь ему Богу. Вот мне звонят днем и ночью. Кого-то от жиру повели в роддом. Помолитесь. Полночь. Ребенок заболел. Тот это в путешествии там потерпел. Третья упала в больнице. Непрерывно. Помолитесь, помолитесь. С Австралии, с Америки, с Канады. А я кто такой? Я не монах. Но у меня вот, мы что-то делаем. За столом мы сразу выходим, начинаем молиться. Сразу 100 поклонов. И просим Бога. Проходит момент какой-то. Еще немного. Одна просит. Вы знаете, у нас тут неприятность такая. Мы крышу раскрыли. Хотели крыть. И дождь сейчас это. Помолитесь. Представьте. А мы за столом. Братья за молитву. Она весь нам звонит. Вы понимаете чудо какое? Бог развеял. В городе идет дождь. А у нас, говорит, как пятно какое-то. Вообще дождя, говорит, не было над нами. Мы успели покрыть крышу. Ой, какая у вас молитва. Я говорю, да молитва ничего не значит. А значит, ответ на молитву Божий. Я рассказываю все. И как будто песня какая-то. Песня радость. Эти люди жмутся тогда к тебе. Они знают, здесь безобмана. А если бы я думал, когда я буду совершенна. Я никогда совершенна не буду. Бог и в ангелах усматривает нечто. И на солнце пятно. А вы по четкам молитесь как? Ну как вот. Сотни должна быть. Десять. Я понимаю, сколько. Господу Иисуса Христу. Десять. Преснодеве Матери Бабгавой Родисы. Десять. Ангелу Хранителю. Десять. Ян Креститель. Николычу Дотворец. Пророки. Святые Небесные Силы. Апостолы Евангелисты. Святые Мученики. Святые Отцы. Жены и Девы. Все. По десять поклонов. И вот этих лестовок, чтобы не меньше было семи каждый день. Почему? Псалом 118, 164 сих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. За суды. Он судил дать мне это. Дать. И я благодарю. Там война где-то. Меня ударили. Придавили. Я благодарю и благодарю. Я не знаю, что из этого будет. Но я знаю, что мой Бог мне плохого не пошлет. Да вот посты, они не евангельские. Знаю. Я всегда говорю. Но. Я православный, подчеркиваю, жирным курсивом. И поэтому игра кончилась. Я знаю, моя любящая мать, церковь православная, мне плохого не даст. И поэтому посты я обязан строжайше выполнять. Бороды не касаться. У меня иконы есть. Я вижу образ совершеннейшего человека Иисуса Христа. Бороду не трогал, не подстригал. Чего вы ее трогаете? Зачем? Почему протопопа вакуума-то называл блудодейной ересь? Как едешь, проводишь. Борода. Да как вас жена к себе допускает? Вы. Зачем? Почему? Я говорю. А почему ты без бороды? Так я женщина, а я мужчина. Это знак моей власти над вами. Знак паранже? Борода. Борода меня делает мужчиной. А сколько по времени сотни? Сколько? Время что? Сотни. Сотни вот это вот. Семь минут. Семь минут сотни? Только. Иногда шесть минут. Семь минут. И умножьте на семь. На семь. Сорок девять. Даже часа не посвятил. Но у тебя будет внутри все время как огонь гореть. Даже разговаривать не хочется о пустом. Вы испытайте это. Семикратно в день. Ну ночные молитвы сюда включить. Но утренний, вечерний не считается. А у вас кто так учил? Как говорите? Кто вас так учил? Никто не учил. Бог открыл мне. У меня иногда восемнадцать раз на молитву становлюсь. За день. Нет. Я пенсионер. У меня... Вот мы в лагере с детьми на огороде сразу. Дети на молитву. Пошли за малиной. Дети на молитву. Пошли купаться. У нас без молитвы не пришли. Пришли на пирс. Опять молитва. Молитва. Все делает. Вот такой детский лагерь. Пусть найдут они. Просто как бы... Вот я читал Игнатия Греченина про Иисусову молитву. И еще... Эриспископ Антонин. Там говорится, что средний темп Иисусовой молитвы должен быть... И вот за полчаса 100 молитв. Вот смотрите, я вам отвечаю. Иисуса молитва это не то, что Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешно. Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мы не так молимся. Первое, значит... Первый бабышок этот. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных! А дальше, слава Тебе, наш Бог Иегова! Авва, Отче! Свят, свят, свят Господь Савваов! Вся земля полна слава Его! Аллилуйя! Слава Вышнему Богу! На земле мир, в человеках благоволения! Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия! Поклон! Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне в руки Святую Библию и показал натолкование святых отцов! Аллилуйя! Вот и 10! Ну, класс, конечно, молодцы! Сами придумали! Не придумал, это Дух Божий научил быть благодарным! Дух Божий научил, ну и какая разница? Просто я имею в виду, что как бы у вас своя методика, видите? Да, своя методика! Я повторяю на молитве, на каждом вот это, примерно, 77 имен святых! Всех пророков, апостолов! Вот, а наизусть я их знаю, потому что я жития святых насчитывал! 77! 77! Так признаю или нет, и за живых, и за мертвых! За правителей каждый день молимся за Путина, за Обаму, за Медведева, за Рамзана Кадырова, за Порошенко, за Александра Лукашенко каждый день молимся! За Эрдогена и за Амана Тулеева! Я говорю, за всех Папы, Венедикта, Франциска поминаем на молитве, Патриарха Кирилла, всех, кого знаем, это все входит сюда! А утром, утренние молитвы считаем, обязательно одна слава из Псалтыри на русском языке, и после этого сразу чтение Евангелия с толкованием Блаженного Фефилакта! А на жизнь другая делается! К нам стараются люди попроситься на молитву, и все время спрашивают, как молитесь? Я отвечаю! А почему вам Бог отвечает? Не знаю! Мне интересно, одна звонит из Германии, один внук, ну, маленький, делает операцию на сердце, операция очень сложная, и она звонит сюда, я говорю, сначала ответьте, почему звоните сюда, когда вы там, у вас же люди есть где-то, вы меня не знаете, в глаза не видели в Германии, вы слышали, что вам Бог всегда отвечает, и этого я не знаю! Так, о чем просите? Ну, надо вот так! Так, подождите, я вам ответ говорю сразу, ваш внук умрет на операционном столе, вы согласны? Полное молчание! Он умрет через семь с половиной минут, вы согласны или не согласны? А почему? Вам не надо спрашивать, воля Божия такая, потому что он будет разбойником и блудником, гомосексуалистом, бабку задушит, тебе надо это? Она молчит! Так вот, слушай, я просто сказал, бывает так, я же не знаю, мне это не открыто. Я буду молиться, как Богу угодно, я ни здоровья не прошу. Проходит маленько времени, она звонит, операция прошла успешно, температура большая, помолитесь еще. Я еще раз повторяю, о температуре молиться не буду. Я узнал, как зовут, и Господи, жаль, она так хочет, чтобы осталось дитя, как тебе угодно. Прошло минут, так, может быть, 20-30, она звонит, температура внезапно вся ушла, говорит. Мне-то, мне-то здесь что есть, моего ничего нету, я просто имею совесть, я откликаюсь на молитву. Не так, я сказал, я молюсь, а потом нет, этого у нас не бывает. Меня с молитвы не отпускают, гонят и гонят. Поэтому нам можно звонить, я говорю, по-московскому с двух часов до шестнадцати, там личное время, и раньше это наша молитва. Научитесь смотреть, интересно, жить красиво и азартно. Игнатий Тихонович, я понимаю, что у вас свой азартный, интересный путь, с которым вы идете не один, а по которым вы идете вместе с Господом. Но, Игнатий Тихонович, очень настораживает ваше, то, что вы считаете, что ваш путь исключительно единственный для всех, кто идет ко спасению. Не считая этого, никогда не считал отсюда, я не говорил этого, сохрани Бога. Вы сказали, что все святые, которые окормляли монаши, заблуждались. Из-за них, извините, Игнатий Тихонович, ну как можно сравниться с Василием Великим, с Иоанном Златоустом, с другими людьми, святыми, которые прожили в монаши. Да я не сравниваю себя. Откуда вы увидели, что я сравниваю? Я просто говорю, это не Божий путь. Божий путь благовестия, а не сидеть. Чего взяли? Бог говорит, идите по всему миру, а не так, я запрусь, и ко мне пусть идут. Это вот так вот, противоположен. Вы сейчас совсем слепые. Я никогда не считал, что мой путь самый правильный. Я говорю, я вижу в этом присутствие Христа. А вы, если не видите, делайте другое, делайте как там, найдите кого-то еще. Да, но вы сказали, вы говорите, что, вы мне что сказали? Вы же мне не сказали, ну ты там, это, каждого свой крест, надо посмотреть, к чему тебя Бог наставляет, ты то и бери. Вы же сказали, нет, бери и проповедуй. Да, это Христовые слова, не мои. Меня забудьте. Нет. Вы мне привели два примера. Евангелие от Матфея, 28 глава. Он говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Апостолам. Да нет, конечно. С чего вы взяли? Тогда он апостолам сказал, архиереям не говорил, священникам не говорил, пастве не говорил. Что вы думаете? Златоуз говорит, я ничего не успею, если вы не понесете мое слово. Придешь домой из храма, говорит, не спеши за стол. Поделись с теми, кто дома есть. Вы просто не знаете. И не знание свое на знамя не выставляйте больше. Вам просто труднее будет пятиться. Я вам говорю, с полным знанием дела. Я полвека у ног Христа просидел. Я не говорю, что мой путь лучше, но я вижу, что он успешный. Он плодотворный. Вокруг меня ни два, ни три человека. У меня тысячи друзей и, может, тысячи врагов. Это совершенно нормальная жизнь. Дьявол никуда не делся. И, говорит, он сошел на землю в великой ярости, ища кого поглотить. И знаешь, что немного осталось времени. Тебя никто не гонит. Не гонит – это не путь Христов. Христа гнали, апостола гнали. А кто ты такой? Меня гнали. Я могу показать свидетельство пребывания в тюрьме, о реабилитации. А что покажет человек, который ничего не знает? Меня гнали-то не за что-то, а за распространение истины. Слово Божие. Не надо руку опускать. Да никто ж не опускает. Просто, может, все-таки есть другие варианты? Я имею в виду это, а вы сразу… Да, да, да. Есть, есть. Я согласен, есть. Я только вопрос попутно задам. Скажите, я спрашиваю. Библия нужная, книга нужная, достать было трудно. Почему никто не насчитал ее в советское время? Мне Бог положил на сердце. Златоуст нужен уже. Почему его никто не насчитал? А это не два, это 62 пленки по 8 часов 20 минут. Жития святых нужны? Нужны. Почему никто их не распространил? На меня Бог положил. Я вопросы задаю, я знаю, что каждому дан свой путь. Добротолюбие. 50 книг Аудио насчитать. И растирожить тысячами экземплярами. Наполнить страну. И за границу ушло. Я никогда не смотрел. Впереди меня никого нету. Пример брать неского. Не знаю. Вот я издаю, допустим, занятия веду в университете. Мои занятия настолько уникальными, признаны, что просто мировой литературы этого нету. По сегодняшний день. Я говорю студентам. В течение месяца. Я отвечаю на любой ваш вопрос. Любой. Провокационный. У меня не было вопросов, на которые бы я не ответил. Ни одного не было в жизни. Я буду отвечать согласно Библии, но упор делать на святых отцов по книгам Дмитрия Ростовского. Я должен знать 1173 жития. И нужный момент, о чем спрашивают. Какая страница сказать? Бог мне это дал. Я просил, Бог дал. Дальше месяц я говорю студентам. Я буду отвечать вам согласно Библии. И что сказали русские поэты. 300 поэтов. 300. За 300 лет. Это у меня все в 26 томе. На каждый вопрос 6 поэтов разных. Например, какое счастье поэты приняли или говорили о революции. Что ответит-то? Кто ответит? Найдите. Обратитесь к Смирнову. Обратитесь к Осипову. Они вам дыхание ни одного не издадут. Они не знают. Они не знают. Их не учили. И меня не учил никто. Но я этим занимался. И на каждый вопрос 6 выдержек из Библии, эпиграфа поэтам. И 6 поэтов. Новый вопрос. Другие поэты опять 6. Ровно 20 тысяч файлов я все время должен был проворачивать. Выпроси у Бога это. И несмотря на это, исследователи говорят, человек использует 4% дарованное моему мозга. 96% не востребованы. У большинства. Что сказали? В среднем. В среднем. В среднем, да. В среднем, да. Некоторые используют по 15. У вас, наверное... У меня на сон уходило 2,5 часа в сутки. Я все время тренировал тело свое. Почему ты этого не можешь сделать? Я с Богом. И поэтому благодарю Бога. Бог это делает. Я совершенно негодный. Он взял негодный и показал, что Бог может сделать. Повторяю, у меня нет никакого образования. Но я 54 года у нога Христа просидел. Да. Понятно. Я вам скину наши ресурсы, вы зайдете. Там все. Абсолютно. И поэтому я вас очень прошу, выйдите из этого состояния. Сейчас помолитесь. Вот 100 поклонов. Попросите святых. И скажите, Господи, я как тот бесноватый у ног сидел, ты исцелил и сказал, иди и благовествуй. Иди. Никакого образования вообще у него нет бесноватый. Он ничего не понимал. Иди. Не в монастырь иди. Иди. К родным. Иди там. Расскажи им, что с тобой сотворил Господь. Ты говори об этом. Я узнал, что без слова Божия ничего нет. Господи, какие мы счастливые. Какой русский синодальный перевод. Один из самых лучших в мире. И никакие переводы не считайте даже. Каждый день молитесь за патриарха, за епископов, за пасху, чтобы Бог дал духовное рождение. 90 с лишним процентов, по моим рассуждениям, 99 процентов не рожденные свыше. У нас здесь в университете, в котором не два человека, а 21 тысяча. 18 государств присылает сюда своих студентов. И вот одна цепенникова, кандидат наук, Евгения Павловна, и она пять лет вела исследование. 3000 студентов. 100 групп. Пять лет. И она поставила там 20 параметров спрашивать, веришь, не веришь, что такое есть. Из них 99,9 крещеные. Но что-то знает конкретно 0,3 процента на 301. Это документировано. Я это принес, когда епископ показал, говорю, это я взял из вашей газеты. Она прихожанка, и она на клирсе поет. И она себе биографию сказала. Я с ней же встретился сразу. Отблагодарил ее. А епископу сказал, видите, что написано? Вот с этим вы явитесь перед Богом. Да как же я не видел, тут написано, вот вы будете. И он 41 год умер, епископ это-то. Надо смотреть, хорошее везде брать. На 300 моченых, некрещеных, это некрещеные, только считается, деньги заплатили. Один что-то знает. Да и то еще надо поговорить с ним, что он знает. Можно знать, через какое плечо свечку подавать. Это Игнатий Тихонович. Вы, у нас же во всех таинствах сейчас внесено искажение. Во все таинства церковные внесено сейчас искажение. Так, повторите еще раз. У нас сейчас во все церковные таинства внесено искажение. Ну да, на всех? Абсолютно все. Во всех. Самое большое, знаете, вы просто говорите, а я исследую. Брат у меня протеерей, родной брат. Я со священниками, с архиереями знаюсь. Не просто знаюсь. Я в Москву приехал, она же ночью, тайно, три епископа пришли решить свои вопросы. А кто я такой? И кто я вообще-то? Я плотник, я печник, сторож. Зачем они пришли? Потому что везде, говорит, ложь, везде обманывают, показывают не то. Как вот здесь поступить? Как бы вы сделали так? Я говорю, я могу сказать, что вот это вообще не стал делать. У нас времени нет. Давайте разберем. Пишите, что вы делаете днем? Я сказал, вот это убрать, вот это не нужно, вот это на половину сократить, у вас время высвободилось. Зачем вам литургия каждый день? И один раз совершайте воскресенье. И вы свободны будете. Никаких треб ни для кого не делайте для чужих, пока они не будут членами церкви. Оглашенные изъедите выполните, оглашенные изъедите обязаны выйти. У нас примерно выходит 20%. Кто готовится к окрещению, кто согрешил. Который там где-то пьяный был, на два года отлучается. Пост нарушал на два года. В каком храме это есть? Мы не просто говорим, мы включили все правила. Я могу спросить у Осипа, сколько правил? Он не скажет, поверьте, почему он ими не занимается. Он бритый в галстуке, масон, может быть. А я отвечу, сколько? 989 правил с декретарями Юстиниана. 719 правил действующих. Из них ежедневно 413 нарушается, 57%. Я три года посвятил им. Почему другой не посвятил? Почему ни один кандидат там или профессор этим не занимался? Они не нужны, они их устранили. Книги правил не издавали 70 лет. Они беззаконники. И мы должны это сказать. Но я признаю его благодатным. Подойду, благословлюсь и причащусь. Изберите золотую середину. Знаете, Тихоныч, так вот вопрос. Вы не только знаете, вы это исследовали, что у нас все семь тайн с церковью искажены. Да. Так, а почему? Ну вы все их не отрицаете. Нет. Отрицаете только одно. Отрицаю только одно. А почему? А почему? Потому что это они оправдывают. А то они не оправдывают по небрежности. А это оправдывает. А это вход в церковь. Вот они венчают. Венчают. Видели как? Венчают. Ну какое же это венчание? Если венец дают, человек на голову надевает венец. А сзади у дружка идет, держит у невесты. Вот так вот держит. Венчания-то нет в церкви. Бракососчитания есть, а венчания нет. Вот так вот держит, головы не касается. Я говорю, да какое же это венчание-то? Ну вы видели или нет? Видел. Ну видел, да какое венчание-то? Дурь одна. А почему? Да чтобы не запачкали. Да они и тебя пол запачкают. Игнатий Тихонович, но в символе веры едино крещение. Вы не боитесь, что вас потом Господь спросит, что вы столько христиан? А почему с меня он спросит-то? А не с них? Вы проповедуете, что вдруг окажется, что все-таки вы были неправы, и человек два раза крещен. Да нет, два раза. Один раз обман был. Крещения-то не было. Вы в этом уверены на сто процентов? Да не я уверен-то. Я привожу 136 свидетельств. Библия, святые отцы, каноны и труды святых отцов. Все одинаково говорят. И у них требники у каждого в кармане, у попа. И написано, что такое крещение. Это таинство, в котором человек трижды погружается в воду с произнесением слов. Крещается Ра Божий во имя Отца. Аминь. Сына, аминь. Духа Святого, аминь. 50 апостольское правило говорит. Если в едино погружение крестит, его извергнет и сан. А у них ни одного нет погружения. Мокрой, пухлой ладошкой пол, вы мозги по стенке. И плати деньги. Для того, чтобы креститься, быть христианином, надо уверовать во Христа. А путь оглашения, святые отцы говорят, от трех до пяти лет. У них три минуты даже нет. Любой, приходи деньги платить. Второе, троекратное полное погружение руками священника. И третье, бесплатно. Сегодня все нарушается. Анастасий Тихонович, тогда можно и причастие сказать не совершается. А причастие, еще раз говорю, я не говорю. Они должны допускать. Причастие, все действительно. Но только они должны допускать через эпидемию. Не так. Вот мне пишет один. Мы с товарищем вот прищищались сегодня. Ну, мы батюшке сказали, что мы тут гуляли, опять сблудили. Сблудили! Я говорю, если ты сблудил, ты на девять лет отучаешься, там, на семь. Ну, потом мы покаялись, через неделю опять покаялись и опять причастились. Да это бедлам, это разбойники. И попы-то допускают. Его сразу за хвост и в яму тащить надо. Там ничего нету. Бандиты собрались. Господь говорит, лютые волки будут. 20 глава Деяния апостолов. Когда посылают среди иудеев, коммунистов, фашистов, посылают как овец среди волков. А тут из вас восстанут лютые волки, которые будут говорить превратно. Лютые, бешеные. Как они ведут? Им отвечать за это, правильно? Знаете что? Я вам один раз ответил, у меня не положено спорить. Вы хорошо запоминайте, что я сказал. Дважды, если вы не ухватили, ушло мимо. Только в ролике это увидите. Мне некогда этим заниматься. И у меня времени вообще нет, у меня 78-й год. Ну, извините. Просто меня очень смущает то, что вот я в символе веры произношу единое крещение. А в то же время я знаю, что меня крестили 7 лет и крестили этим. Попырскование. Ну, то вы на молитве скажите, как говорили веру. Иди на крещение. А для себя знаю, меня попы обманули, деньги содрали, а не было крещения. Иди, найди где. Хорошо. Я не такой. Почему афонские монахи не признают это мочение? Всех перекрещивают. То есть, не было крещения. Воина Лука и Сенецкий, он вообще не признавал это мочение? Разве это я придумал? Почему Игнатий виноват? А почему воина и Сенецкий не виноват Лука? Почему афонские монахи в настоящее время это все латинство нанесло через Украину, Белоруссию? Это ваша зараза к нам плывет. Почему за это время ни одного старообрядца не было, чтобы не полное погружение? Ни одного. Без погружения ни один баптист не крестился за 300 лет. Ни один адвентист за 200 лет. Что непонятно-то? А это 200 миллионов, и ни одного не было моченого. У старообрядцев, повторяю, ни одного, ни одного моченого не было до них, пока реформа не прошла. 1656 год. Вам что доказывать-то? Посмотрите фильм «Раскол». Что делали? Достали Николая. Смотрел. Ну вот. Поэтому вы должны себе четко и твердо сказать. Я не христианин. Четко и ясно. Не православный. И не крещеный. Начинаю все сначала. И в них не что говорят святые отцы. Если вот вы зайдете на нашу... Я скину вам материал. И на сайте там, на главной странице, к истинному православию, моя книга. Я 40 лет собирал материалы. 40 лет. По ней диссертацию защищают сегодня, по этой книге. И там оглавление. Откнете оглавление. О крещении. О священстве. О милостыне. О бродобритии. О табакурении. Там все написано. Все. И вы посмотрите о крещении. Я привожу 136 свидетельств. У них ни одного нет. У кому поверят? Иоанн Тауз говорит, приходит, перед судьею спорят о земле какой-то. Один пришел с голыми руками. Один пришел, говорит, дарственное у меня. А тот, говорит, по завещанию. Третий, говорит, я купил. Вот у меня купщая. А у кого ничего нет? Что ему присвоят судья-то? На каком основании-то? Я им показываю, что говорят каноны, что говорит Святая Библия. Емных и Филипп сошли в воду. Что непонятно-то? Ну, считайте, 8 глава Деяния Апостола. Оба сошли в воду. Какой поп в воду полезет сегодня? Много ли таких? Вы не знаете, где? Я вам скажу. Храм Христа Спасителя в Москве. Храм Христа Спасителя. И на этой стороне, метров за 250, прямо рядом с каналом Москва, видно купола. Это храм Никола на Берсеневке. И там Московская партархия, это все. Игумен Кирилл Сахаров. Он крестит только в полное погружение. Ну, у нас в храме тоже в полное погружение. Я сына крестил, полное погружение. Хорошо. Но священник откажется у меня второй раз, который прикрестится. Скажет, я не буду. Ну, и будет, найди другого. Ну, потому что, видите, в единое крещение он еще ругает, скажет, что это такое. Ну, все, я вам сказал. Слово крещение переводится погружение. Другого перевода нет с греческого языка. Это слово крещение от слова крест происходит только на русском, на славянском. На немецком, на английском. Везде перевод один, погружение. Слова крещение нет. Погружение. Они же как бы еще говорят, что там и песком крестили в свое время. Как? Случаи были в церкви, что крестили песком даже. Вот это песочные пришли к нам сюда. Песочные. Это берут из Духовного Луга. 176-я страница. Они не знают. Я это все выставил в этом материале о крещении. Когда шли монахи, и с ними был один еврей. И он говорит, покаялся. А, да, да. Да. И они заболел, они решили его песком. И когда пришли и стали говорить, то Дионисий, епископ говорит, не выдумывайте, идите и крестите его. Дальше-то попы не договаривают. Они же мошенники. Они говорят, идите и крестите его в Иордане. Что вы думаете, какой песок? От воды и духа. Не сказал, что от вашего брюха. Что вы думаете-то? Дальше-то они концовку не говорят. А это выпущена книга-то православная. Духовный лук. Я называю вам страницу. Все. Они оторвали это. Песок, все, песок. Им ничего не надо. Зарой его сразу, чтобы отпели. И, конечно, песок-то. Песок нужно зарывать. Как Михаил Васильевич Ломоносов говорит, крестят попы в ледяной воде, чтобы сразу получили деньги за похороны. Видите, полное погружение крестили. А толку не было. А толку не было, потому что надо научить, еще раз говорю. Молитва трех ступеней. Хорошо запомните. Первая, просительная. Дай, 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 помоги, избавь. Вторая, благодарю. Благодарю за все. Третье, словословие. Ничего не прошу, нет, а только слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аллилуйя, аллилуйя. Вот старайтесь подняться на третью ступень. А вы еще на первой не стояли. Попроси у Бога, скажи, просвети мои мозги. Не за попами иди. Посмотри в Библии, что говорится. Идите по всему миру. Кто будет веровать и креститься, спасен будет веровать и креститься. А кто не будет веровать, осужден будет, не будет веровать. Хотя сейчас неверующие крестятся. Как идти за попами, если они не проповедуют? А если проповедуют, то проповедуют про политику в храме самого. Вот. Апостол Павел говорит, вера и отслышание, отслышание от Слова Божия. 10-17 послания к римлянам. От Слова Божия. А они от твоих вымыслей там. Вы голосуйте за Зюганова. Кононизации Сталина сейчас бьются, что Сталин уже рисуется. С одной стороны Александр Невский, а с другой Даниил стоит в московске. И Сталин стоит, Библию в руках держит. Бурка на нем, на кито. От гордыни все это сейчас в России происходит. А в Латвии канонизировали Адольфа Гитлера. Пытаются. Считали. Ну и все. Что спрашивают-то? В сумасшедшем доме на валенке женятся. Так идем мы к концу, куда нам деваться. А вы на это не смотрите. Понимаете? У меня внутренне радуйтесь и еще радуйтесь. Радости мои никто не отнимет. Со мной Бог. И Бог мне другого не обещал. Сказал, что придя на землю найдет ли веру. Не какую-то веру. Вер много. Веру, которую он принес. И мы ему говорим, Господи, ты найдешь ее. Приходи к нам. Геннадий Тихонович, вы можете человека вести в смущение? Вот я не знаю, как вот. Вот я понимаю, что я читал ваши именно по крещению. Ну, я как бы и советовался с людьми, которые как бы, ну, сознают и говорят. Ну, говорят, что лучше в второй раз не креститься. Ну, ладно, вы с людьми и советуетесь. Понимаете? Я вам говорю, за этим стоит, смотрите, авторитет Библии, Дух Святой. Дальше. Я говорю, полторы тысячи епископов стоят за этим. Семь вселенских соборов. Книга правил. Я говорю, за этим стоят святые. Тысяча сто семьдесят три биографии. И труды святых отцов. Триста томов. Все говорят одинаково. А мне кто-то сказал, ну, и живите с этим, кто-то сказал. Еще я на вас время трачу зря. Я вам пришел свидетель, свидетелей привел сон, облако. А у вас никого нету, ни одного. А кто-то сказал, ну, с ним и живите. Зачем вы называетесь православными-то? Если я православный, я по православному рассуждаю. Канона вам привожу на память. А вы мне ничего не показываете. Ни Библии, ни канона. Я с вами как бы согласен. Ну, я, конечно, если бы был... Я бы сейчас выбирал, я бы, конечно, это... Но я просто боюсь, что я... Ну, ладно, ладно, все на этом конец. У вас больше ничего нету. И вас из этого не вывести. У вас сатана обуял страхом. А написано... Написано, совершенная любовь изгоняет страх. Вы просто не знаете это. Вы молитесь Богу. И это все от вас слынет, как чешуя с глаз. Спадет, как у Савла. И скажете, что я делал? Неужели я говорил? Какой же я был бесстыдный. Против Слова Божьего вставал. Я вам Библию открываю, а вам нужды никакой нету. То есть берете и за себя бросаете. Я привожу каноны Вселенской Церкви. 50-й канон вы бросаете, апостольское правило. Я не бросаю. Я видел и как бы... Ну, нет у меня вот внутреннего мира. Все, ничего и не будет. До свидания. Время тратить не будем. Пока. Всего хорошего. Еще хотел у вас спросить один вопрос. Нет, а зачем вам нужно-то? Я понял. Вам это ничего не надо. Празднуй любопытство. У меня времени нет. Вы бы сказали, это я взял. Я покоряюсь православия. Я православный. Вы стоите на своем. Вы под меня подыскиваетесь. Я больше разговаривать не хочу с вами. До свидания. До свидания. Выключайте пока.